доброго времени суток все гости и подписчицы и подписчики и всякие на канал заходящие хочу признать тебя ты сегодня иван упала сегодня такой праздник великий рождение я на крестителя и мне всегда было интересно почему этот праздник поют ванна есть ответ скажи пожалуйста не если я не вам получается не пацана до работы пришел поэтому не переключайся к еще раз хочу рассказать или расскажу тебе нужно ли слушать крестьянам политиков я это вижу расскажу а концы света что это уже близко хочу сказать тебе нужно ли слушать грех политиков то есть ли они не пророки не апостол то называешься христианом тыuur слух политиков не надо почему в том что и сведения в церкви если ли примеру ты крестьянин муж соверш пальчиков у тебя виде они не делается то тебе конечно в них не надо будет читать и какой вопрос еще и раз наблюдения, что муж с женой они не могут решить, какую плитку купить у себя в комнату, какой у них будет бюджет, кто у них главный в семье муж главный или жена главная. Но зато они могут посмотреть всех политиков и рассказать, кому сделать всем нарезку, кто там что должен делать. Поэтому, конечно же, не нужно слушать политиков. Вначале ведение идет, делаем то, что написано в Библии. Мы молимся за поводство, за власть, молимся о нашем президенте Зеленском. А потом, когда мы все сделали, если будет время, то, конечно, уже можно обстрелить политику. Если бы все сделала, то, что надо поведение. Поведение какое у нас? Какое из-за средства было ведение? Проповедовать Евангелие до края земли. Вот это когда все сделаем, тогда будем с средства политиков. Поэтому, тут такое вот есть размышление и понимание. О конце времени хочется рассказать, что когда откроется шестая печать апокалипсиса, это будет такое великое землетрясение, которого никогда не было больше. И, возможно, никогда и не будет. Это будут просто такие жуткие катаклизмы, что всякая гора подвинется с места. Это будет не локально, это будет по всей земле такое великое землетрясение. И потом уже начнутся открываться. Откроется шестая печать, потом седьмая, и потом дальше пойдут печати, еще семь печатей. И мы на пороге всех этих событий, на пороге событий, которые приведут именно всю эту мировую систему к краху. Ты знаешь, что так размышлял, что вот сколько земле тысяч лет, вот если ты эволюционист, ты, наверное, думаешь, что земле миллионы лет. Ну, пускай будет, так как ты говоришь. Вот земле миллионы лет, и вот, допустим, что вот за это время было сколько политических строев, сколько было империй, цивилизаций, и ни одна цивилизация не дожила до наших дней. То есть это показывает, то есть если, например, земле миллионы лет, то это еще хуже. То есть это показывает, что политика и никакой социальный строй, никакая империя, ни цивилизация, она не способна дать выкат человечеству, да, то есть у нас идет такой прогресс. У нас на планете Земля люди живут на 100 евро и ниже. То есть, представляю, что вот половина людей на Земле, они живут на такие деньги и ниже. То есть есть вообще там уже будет по 5 долларов в месяц, есть такие страны. Вот такой у нас прогресс. Чтобы у нас прогресс страной не обошел, нам нужно включаться в ведение Иисуса Христа. То есть нам не нужно с тобой пересмотреть всех блогеров, всех политиков. Потом, когда уже сил нет, у тебя нет времени исполнять ведение. Потому что у тебя же еще семья есть, иногда еще за семьей поухаживать, за мужем, за детьми. Мужу нужно заработать денег. И потом уже, конечно, на ведение не остается времени. Потому что ты хочешь узнать, куда какой снаряд прилетел, кто там из политиков то, что говорит, всякие сплетни разузнать ты хочешь. А потом уже нет времени на Господа, Библию прочитать нет времени, послушать пастыря. А потом, какой же ты христианин уже потом, когда у тебя все идет через пень колоду, ты делаешь как-то наоборот все, да. То есть приоритеты нет у тебя. Нет у тебя приоритета, ценности Божьего Слова. Ну и у меня тоже такое, знаешь, я тоже с тобой прошу Господа прощения, что Бог нас простил за то, что мы избираем сами себе учителей. Мы выбираем не жизнь, мы выбираем марвелы, мы выбираем смерть, мы выбираем знания. Но в знании нет спасения. Спасение только в Духе Божьем, спасение только в дереве жизни, спасение только в жизни. А жизнь наша это Иисус Христос. Господи, сохрани Украину от уничтожения, сохрани рабов Твоих, Господи. Тех, кто кается, тех, кто взывает к Тебе, Господи, о помиловании, о милости. Ты всех слышишь, Господи, и ты все видишь, все помнишь. И ты спасешь, Господи, обязательно. Потому что неправден Бог, чтобы забыл нашу веру, труд, любовь, которую мы являем. Вот, и Бог обязательно всех спасет, только нужно покаяться. Поэтому благодарю тебя, что ты нашел на канал, за то, что ты посмотрел. Переходи на канал Султаненко, там видео намного более интересное. Божьете благословение, мирного неба, всем нам над головой. Пусть наши воины, герои вернутся домой. Слава Украине, слава Иисусу Христу. Аминь. Исполнение пророчеств – главное свидетельство, что конец времен совсем близко. И Царство Мессии уже на горизонте. Что делать нам в преддверии этих событий? Нам нужно быть невестой Иисуса Христа, Его Церковью, за которой Он вернется, чтобы взять ее на небеса. Церковь – это не музей, это живые люди, которые рассказывают всему миру добрую весть о Вечном Царе и Его Царстве. Сегодня проверьте себя, вы живые или мертвые. Живые благовествуют миру о грядущем Царе и ждут Его возвращения. У меня такое экстренное включение. Я бы хотел сказать, что нам всем нужен преподаватель, учитель, наставник, потому что в спорте у нас есть наставник, тренер. В школе у нас есть тренер, да, то есть мы учимся у тренера. Если мы возьмем медицину, например, у хирург, даже хирургу нужен тренер, преподаватель, который будет передавать опыт. Но почему-то христиане решили, что для христианина наставник не нужен. То есть можно церковь сделать проходным домом, да, то есть пришел тут, всем рассказываешь свое мнение, свои откровения, что ты хочешь, что ты не хочешь, что тебе нравится, как пастрин должен проповедовать. Поэтому это большое заблуждение, что в церкви не нужны наставники, не нужны преподаватели, тренеры. Конечно же нужны тренер. Мне нужен наставник. Поэтому благодарю Господу за то, что Он дал мне церковь, дал пастыря. Плай Бог ему здоровья, наставникам здоровья, мира, благословения. Все, не пренебрегайте наставниками. И не нужна церковь делать проходным домом, куда зашли. Хочу, хожу, хочу, не хожу, это я решаю. Можно стать такой момент, когда ты уже не сможешь прийти, захочешь, но не сможешь. Поэтому это такое, нужно бодрствовать, не отключать мозги, а пользоваться мозгами. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok